Здравствуйте! В эфире телеканала CBC передача «Экономика дня» и я, ее ведущая Елена Косолапова. В сегодняшнем выпуске мы будем подводить итоги саммита Шанхайской Организации Сотрудничества, обсуждать заявления, сделанные в рамках этого мероприятия в Узбекистане и говорить о перспективных направлениях экономического сотрудничества между Азербайджаном и странами этой международной организации. На видеосвязь с нашей студией сейчас выходит Эмин Гарибли, доктор философии по экономике, доцент кафедры международной экономики Азербайджанского государственного экономического университета, и Сапарбай Жубаев, кандидат экономических наук, старший преподаватель Казахского университета технологии и бизнеса. Ну вот я вижу, что Эмин Гарибли пока еще не присоединился к нам. Господин Жубаев, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Здравствуйте! Господин Жубаев, ну вот хочу начать с такого вопроса. Шанхайская организация сотрудничества, ШОС, создана она достаточно давно, в 2001 году, большая организация, объединяет почти половину населения планеты, где-то 60% территории Евразии. Ну, давайте будем честны, до сегодняшнего дня она не отличалась от особой результативности, ее деятельность. Ну, скажем так, была одной из многих международных организаций. Но не кажется ли вам, что в последние годы, и особенно вот в последний год, на фоне вот всех этих политических, экономических изменений, интерес к этой организации заметно вырос? Причем как от членов этой организации, которые уже состоят, так и от тех государств, которые еще не являются участниками, а только планируют присоединить. Многие пытаются повысить свой статус в этой организации, то есть те, которые были партнерами по диалогу, хотят стать наблюдателями, те, которые были наблюдателями, хотят стать полноправными членами. Не кажется ли вам, что международная значимость ШОС в последнее время выросла? Вы совершенно правы. ШОС было создано Китайской народной республикой, инициативой, включая только пограничные страны, чтобы решить региональные вопросы сотрудничества. Было создано Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Но после, когда они решили внутренние вопросы, пограничные вопросы, это очень оказало положительное влияние в решении пограничных вопросов с Китаем. А после развития экономического сотрудничества включились страны Узбекистан, которые даже не граничат с Китаем, потом Афганистан, Пакистан, Индия. И тогда значение этой организации стало больше. Здесь даже были такие моменты, которые даже безопасность этих стран была повесткой дня Шанхайской организации сотрудничества. Но основное внимание это экономическое сотрудничество. Выяснилось, что сейчас в связи с санкциями против России сотрудничество Китая напрямую с Европой стало трудно. Торговые, логистические вопросы. Поэтому сейчас Китай, те вопросы, которые они инсировали, один путь, один пояс, через Среднюю Азию, через Каспийские и через Кавказские страны, особенно через Азербайджан, Турцию, она стала актуальным вопросом. Поэтому, я думаю, и было приглашено Азербайджан, Армения и руководство Турецкой республики. Но Армения в результате не приняла участие. Ну, понятное дело, что сейчас Армения решает свои внутренние вопросы. Но мы уже, я одно отступление сделаю. В Казахстане этому сотрудничеству уделяют особое внимание, и мы построили в Западной Китае, в Западной Европе автомобильную дорогу. Железную дорогу мы расширили между Китаем и до Каспии. А вот вопросы дальнейшего логистики через Кавказские республики, ну, я думаю, будет решаться на этом счет. Это первый вопрос. Здесь особенно роль Азербайджана и выход через, ну, Зангизурский коридор, как мы их называем, в Турцию и дальше в Европу. Вот этот вопрос должен был решиться. Второй вопрос сейчас – это финансовые ограничения России, отключение от СВИФ и так далее. И Россия инициировала большие торговые отношения между Китаем, Индией и среднеазиатскими странами расчеты в национальных валютах. Этот вопрос был очень такой, ну, трудно решаемый, потому что наши резервы, всех наших республик, резервы в твердой валюте, евро, долларах, ну, частичный юан, фунт-стерлинг, но в российских рублях или в других соседних странах резервы мы никогда не создавали. Даже корреспондентские счета на этих валютах не были открыты. Поэтому Россия инициирует такой расчет в национальных валютах, и этот вопрос очень, ну, активно обсуждался в Самаркандском саммите. И теперь, сейчас, если вы в курсе, московские биржи уже котируются, казахстанские тенге, скоро будет на бирже котироваться национальные валюты среднеазиатских стран, ну, юан и рубль уже, как известно, они на биржах уже у нас котируются. Поэтому вот это второй вопрос. Ну, третий вопрос, конечно, более шире. Как вы сказали, здесь больше половины населения земного шара и развитие сотрудничества в торговлях новых логистических путей, особенно через Центральную Азию, через Иран и так далее. Господин Жубаев, вот вы уже затронули сферу логистики, транспорта. Это был один из вопросов, который обсуждался в рамках этого саммита. Расширение сотрудничества в транспорте, развитие транспортных коридоров. В рамках ШОС. А вы какие возможности в этой сфере видите для стран ШОС, для того, чтобы это сотрудничество в транспортной сфере все-таки вышло на какой-то новый уровень? Так, здесь есть два направления. Во-первых, центрально-азиатские страны Азербайджан, они богаты углеродными ресурсами. Как их довести до мировых рынков? Например, Китай построил газовую трубопроводную через Туркминстан, Узбекистан, Казахстан и в Китай. Россия строит там северные силы и так далее. А вот вывести наши углеродные ресурсы в Европу и товары Китая в Европу, сейчас действительно проблема. А каким образом будем решать? Естественно, здесь, если Иран, как вы знаете, уже много лет под санкциями, Россия, Беларусь тоже закрыты, теперь они тоже под санкциями. Остается единственным путь, это через Кавказ, через Азербайджан. Казахстан со своей стороны все вопросы в логистике решили. Железнодорожный путь есть, около Охтавы построили большой терминал на Курок. Вот теперь вопрос остается через Азербайджан и через Грузию или через Турцию выйти в Европу. Вот этот вопрос очень сильно обсуждался и надеемся, что найдет свое логистическое решение. Господин Жибаев, мы видим, что объемы грузоперевозок между Европой и Азией, они просто огромны. Но взять даже если только Европейский Союз и Китай, товарооборот в прошлом году составил 695 миллиардов евро. А если сюда добавить еще товарооборот Европы с какими-то другими азиатскими странами, то здесь вообще триллионы евро получится. Как вы считаете, какую роль будут играть Центральная Азия и Южный Кавказ в этих грузоперевозках? Будет ли роль это расти и вообще от чего эта роль зависит? Так, я с вами согласен, действительно объемы между торговлей Китаем с Европой огромные, но они в основном до сих пор шли через морские пути, через Суэц, через средиземные морские страны и через Россию железнодорожным путем напрямую. Никаких таких особенных изменений не требовалось. Но сейчас в связи с военными действиями между Россией и Украиной и санкциями Россия как бы уже выходит из этой логистической цепи. Поэтому я еще раз повторяю, остается единственный путь тех, ну, дороги, путей, которые через идет суши, через Кавказ. Это, конечно, очень сложно, потому что через Казахстан, Россию, это был прямой путь железной дороги. А теперь, если через Кавказ, то ясно, что надо будет через Каспийское море организовать танкерные перевозки контейнеров или там паромные перевозки. Потом терминалы построить большие на Баку или выйти на пути, или через Констанцию, через Черное море, через Румынию или через Турцию. Вот эти вопросы нужно будет решать. Но я здесь не буду кривить душой, что процесс, такие, ну, идущие на Кавказских странах, это конфликты между Азербайджаном и Арменией, очень мешают. Поэтому и Россия, и Китай сейчас заинтересованы, чтобы между Азербайджаном и Арменией было мирное такое сотрудничество. Это в интересах и азербайджанского народа, и армянского народа. Я вижу, что к нам присоединился второй эксперт Эмин Гарибли из Азербайджанского государственного экономического университета. Господин Гарибли, вы слышите меня? Да, я слышу, прекрасно вас слышу. А, замечательно. Вот мы здесь обсуждаем саммит ШОС, те заявления, которые там сделаны. И пришли к такому выводу, что в последнее время значимый ШОС, интерес к ШОС выросли в региональном масштабе, и внутри организации, больше стали уделять внимание сотрудничеству. И извне тоже страны проявляют интерес к этой организации. На ваш взгляд, с чем это связано? Почему все больше стран хотят вступить в ШОС? Какие возможности они для себя видят в рамках этой организации? Сначала подчеркнем один главный момент, что в эту организацию, в эту платформу вошли те страны, которые сегодня активно участвуют в сегодняшних процессах, происходящих в нашем регионе. И нужно сказать, что если посмотреть сегодня объемы этой экономики, в смысле, я имею в виду те, которые там учились, то мы знаем, что это значимая часть сегодня мировой экономики. Во-вторых, это та часть мировой экономики, в которой здесь вошли и сильные государства, и развивающие страны, которые сегодня хотят создать, создать кооперирование между нашими странами, создать цепочку добавленной стоимости. И мы видим, что у многих сегодня стран, у многих стран сейчас, в период сегодня рецессии, экономической рецессии, в период постпандемический период, есть экономические проблемы. Это связано, опять же, с глобальной экономикой. И вот сегодня в глобальной экономике решение тех или иных вопросов зависит от того, насколько мы имеем хорошее отношение с соседними странами, насколько мы имеем традиционные, даже сказать, экономические отношения, на основе которых можно будет развиваться. И что касается ШОС, опять же, вернемся к организации шанханского сотрудничества. Если посмотреть структуру экономики, специфику экономики, то видим, что это в основном... Вообще, если посмотреть историю, то в начале этой организации называлась «пятерка», дальше у нее объединяются другие страны, это Узбекистан и так далее. Это в основном, если посмотреть те страны, которых объединяет один транзитный коридор, это может в будущем даже... Если раньше мы смотрели, что если в многих случаях говорили, что эти коридоры проходят через нашу территорию, значит, одна альтернативная через Россию и другие коридоры... Вначале эксперты называли, что это является некая конкуренция. Но на самом деле мы видим, что у нас очень много общего, и мы должны объединяться, мы должны сотрудничать, экономические отношения, я говорю, объединяться в экономическом плане, интегрировать, мы должны предоставлять друг другу соответствующих преференции для либерализации этих отношений, для снижения издержек, перевозимых через нашу территорию этих товаров. И вот, во-вторых, нам нужно... Мы знаем, что в этой организации реализуется много проектов мирового значения, очень много финансового потенциала, в результате которого будет... Сейчас мы видим один только проект, значит, одна дорога, один путь, да. В рамках этого мы знаем, что Китай и другие страны вкладывают в этот проект очень большие деньги. Значит, и это очень большие ресурсы. И это очень интересно многим странам, в частности и для Азербайджана тоже. Но с другой стороны, нужно почему-то, что Азербайджан сейчас сегодня сама является финансовым донором во многих этих процессах. И думаю, что, в принципе, и организации шанхайского сотрудничества сейчас будет выгодно тоже принимать такие страны, как Азербайджан и Турция тоже. Я считаю, что это взаимовыгодно, скажем, о началах происходит. И сегодня эта платформа очень интересна для многих стран. Здесь обсуждать очень глобально... Сейчас мы, наверное, будем обсуждать, обсуждать эти глобальные вопросы, которые важны для наших стран, для стран региона. Господин Грибли, вот мы тоже затронули тему транспорта, логистики, потому что она неоднократно поднималась, эта тема, в рамках саммита ШОС. И в связи с этим у меня будет к вам такой вопрос. Выступая на саммите, президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о транспортно-логистических возможностях Азербайджана. В частности, он сказал, что за 7 месяцев этого года транзитные перевозки увеличились на 50%. Как вы считаете, за счет чего, благодаря чему это стало возможно? С первого нужно отвечать сначала. Важнейшая причина в том, что мы в течение этих лет создали условия, те условия, которые выгодны сегодня. Они очень даже какой-то способные, скажем, условия, которые создают условия для привлечения инвестиций. В частности, нужно отметить, как господин президент отметил, скажем, это свободная экономическая зона а-ля... Возможно, которая сегодня увеличивается. И в результате проделанных работ в ближайшем году емкость будет увеличиваться в разы больше. С другой стороны, нужно подчеркнуть, что сегодня сегодня геополитическая ситуация в мире приходит к тому, что все-таки роль Азербайджана стала увеличиваться. И потребность в транспортировке товаров, как энергетических, так же и других товаров через территорию Азербайджана стала очень выгодной. Для этого предшествовало то, что мы в течение долгого времени показали себя, скажем так, с хорошей стороны. Уже, можно сказать, что мы в мировой экономике показываем либеральность ко всем, скажем, экономикам, ко всем державам. Мы имеем все хорошие отношения. Мы показываем устойчивость. Это, на мой взгляд, сегодня является главной составляющей сегодня нашей удачи или развития. А во-вторых, мы являем, опять же, почему, что у нас есть соответствующий финансовый ресурс, к которым мы можем вкладывать. И если происходят определенные, скажем, проекты международного значения, это транспортировка тех или иных товаров, то Азербайджан активно в этих проектах участвует. И вот в этой сети усилия усилиют нашу роль в мировой экономике. Еще немаловажный фактор, я еще дополнил бы, если посмотреть региональные страны, скажем, возьмем такие страны, как Туркменистан. Мы знаем, что долгое время Туркменистан, как-то вот сегодня, нужно почитать, что она является одной из изолированных, не знаю, ну, не, скажем, понравится вам изолированных стран мировой экономики. Ее интеграция в мировую экономику происходила медленно. Но при содействии нашего президента мы видим, что наши экономические отношения между Туркменистаном и вообще интеграция Туркменистана в эти региональные процессы стали увеличиваться. Это дал толчок. С другой стороны, нужно подчеркнуть здесь немаловажную роль и Турции тоже. Мы, как отметил господин президент, в последней поездке в Италию, у нас во многом многие интересы в сегодняшнем, вот через нашу территорию проходят транспортные коридоры и так далее. Многие шаги, они очень, значит, совпадают. И вот в результате наших усилий, понимаете, эти усилия, которые отвечают интересам всех стран, начинается Россия, заканчивая Китай. Я считаю, что вот это усилие тоже, вот международное сотрудничество, да, вот это сотрудничество между нашими странами, содействует развитию этого. И думаю, что вот и наша вот инвестиционная привлекательность, наша роль, с увеличением нашей роли в мировой экономике, я думаю, что вот эти проекты будут реализовываться. И думаю, что в будущем неизбежна экономическая интеграция, развитие экономической интеграции неизбежно с участием наших стран. Господин Жубаев, хочу вернуться к вам. Вот ранее вы упомянули уже Зангизорский коридор, который свяжет Европу и Азию самым кратчайшим путем. Как вы считаете, как этот коридор повлияет на транзитные возможности региона? И под регионом я здесь имею в виду не только Южный Кавказ, а в целом Евразию и, допустим, в частности, Центральную Азию. Ну, здесь вот я совершенно согласен с предыдущим оратором из Азербайджана. Действительно, роль Кавказского региона сейчас в нашем регионе повышается. Это связано с чем? Если Китай и Европа торгуют между собой через морские пути, то товары достаются до Европы за 45 дней, полтора месяца. А если прямой дорогой через Россию, там 7-8 дней, ну, максимум 10 дней. А теперь уже в связи с санкциями против России, там и транспортные, и финансовые, то роль Закавказского региона повышается, а если будет логистика решена через Зенгизурский коридор, тогда те контейнеры, которые из Китая идут через Казахстан, через паромы идут в Баку, а там уже железные дороги прямо выход можно через Турцию в Европу идти. Вот в чем самая главная суть. А пока без Зенгизурского коридора мы знаем, что железнодорожная перевозка не может быть осуществлена, а она осуществляется через Кавказские горы, через Грузию и через Турцию. Это намного затрудняет. Там все-таки, хотя географически, то трудно будет. А если этот Зенгизурский коридор будет открыт, это я еще раз повторяю, что это в интересах и самой Армении будет. Потому что проезжая товары через Армению, они будут платить там пошлины, рабочие места будут организованы, и через Нахичаван, Турцию и в Европу. Вот поэтому и Кавказский регион сейчас для ШОСА, для стран Средней Азии очень важно. И второй момент, я сейчас должен здесь остановиться насчет действительно Туркмени через Азербайджана и Казахстана. Здесь у нас углеродные газовые ресурсы огромные. Европе сейчас они нужны. Россия ограничивает свои поставки. Ну, они надеются на мирные решения вопросов между Украиной и Россией. И пока до этого решения, то среднеазиатский газ и нефть должен идти в Европу через Азербайджан. Поэтому Зенгизурский коридор очень важный для экономического решения вопросов. Господин Горибли, а вы что ждете от Зенгизурского коридора в контексте развития грузоперевозок на пространстве Евразии? Первое, по чему я вам то, что, как показала последняя история развития, то, скажем, в пандемический период мы столкнулись, мировая экономика столкнулась с такими проблемами, как, скажем, пробки, заторы в дорогах во многих транспортных коридорах, начиная с Суэцкого, заканчивая многие. Потому что товарооборот между нашими странами увеличился, а вот таких стабильных коридоров, скажем, транспортных не было. Или у них появились проблемы. Поэтому диверсификация этих самых путей сегодня стоит на повестке дня, а это будет служить, в первую очередь, обеспечение устойчивости, а с другой стороны, позволит снизить издержки, а это, в свою очередь, поможет сегодня с борьбой с глобальной инфляцией. Мы сегодня в пандемическом периоде увидели, что даже лекарственные препараты доставлялись с одного региона в другую за очень долгий период, а это чревато, естественно. Поэтому я считаю, что диверсификация сегодня важный шаг, и в этом заинтересованы многие страны. И через территорию Аграбжана мы знаем, как было подчеркнено, да, это мы можем переправлять через Грузию, Турцию и далее в Европу. Да, это, как отметил, уважаемый оппонент, собеседник, да, это на самом деле дальше, но с другой стороны, не только дальше, здесь нужно и диверсифицировать. Нужно диверсифицировать, чтобы этих путей, альтернатив было, чтобы в результате форс-мажорных ситуаций или иных ситуаций нужно диверсификации. Если есть условия, то почему бы ее не создавать? Поэтому я считаю, что сегодня, скажем, цивилизованный мир заинтересован в этих проектах, но есть неадекватная страна, которая сегодня отвечает, как было отмечено до этого, отвечает против интересов своего народа, в первую очередь, да. И поэтому я считаю, что при содействии многих стран эта проблема решена. Опять же, мы берем инициативу на свою руку, был подписан соответствующий договор, согласно которому мы должны перевозить эти товары. альтернативу предоставляем им тоже, скажем, некий коридор, который объединяет население, живущим на нашей территории. И это неизбежный процесс. Это, я считаю, что в ближайшие годы эти проблемы будут решены. Тем более, что все затраты финансовые затраты наша страна берет на себя. И думаю, что, в принципе, это будет, значит, я считаю, что для наших этих экономик будет очень важный шаг. С другой стороны, да как было отмечено, на самом деле, и в Туркменистане, и в Казахстане очень большие залежи и газа, и нефти. Это, естественно, сегодня мы увидим те проблемы, с которыми столкнулся Европейский Союз для обеспечения энергетической безопасности, скажем, экономики, скажем, если взять Европейский Союз как единую экономику с населением более 500 миллионов. Сегодня обеспечение вот этой, как минимум, энергетической безопасности, как обеспечение вообще доставки товаров, это очень важно. И думаю, что вот если прогнозировать, если посмотреть все многие, скажем, отчеты, прогнозы многих международных организаций, то в ближайшее время наблюдается некий, значит, определенное развитие этих отношений, товарооборота между нашими странами. Я думаю, что сегодня, если не будут приняты эти решения, завтра мы можем столкнуться с экономическими проблемами, более, скажем, да, более глобальным, нежели сейчас. Поэтому, как и в свое время, скажем, как общенациональный лидер в свое время заключил, значит, нефтяные контракты дали, уважаемый президент, заключил, значит, начал проект ТАНАПТАП. Мы увидим, что как оно очень важно для нашего региона. И сейчас думаю, что вот Дангий-Азурский коридор тоже очень архиважный на сегодняшний день проект, который должен реализоваться. И я убежден в этом, что мы это реализуем. И вот я думаю, что все сегодня, естественно, для этого нужны вот такие большие платформы, для таких интеграционных объединений, как ШОС, сегодня должны содействовать этому, как минимум на политическом уровне, содействовать тому, чтобы эти проблемы были решены. И думаю, что вот мы видим, что интересы в данном случае нашего региона, всех стран едины. И думаю, что вот эта проблема, и самое главное, в этой платформе мы подчеркиваем это, подчеркиваем значимость данной проблемы и обсуждать эти проблемы, это очень важно. То есть с точки зрения обсуждения, выявления этих проблем сегодняшнего, вызовов, это очень важно, эта платформа для нас очень важна. И думаю, что вот сегодня господин президент, вот в эти дни отметив это, он, значит, обсуждая, выявил эти сегодняшние глобальные проблемы и обсуждать, я думаю, что в содействии этой организации, при содействии этой организации будут решены соответствующие проблемы. Господин Джубаев, вновь хочу вернуться к вам. Ранее вы уже упомянули о том, что в рамках саммита говорилось об увеличении использования национальных валют стран ШОС, и даже была утверждена дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют во взаиморасчетах. Как вы считаете, удастся ли достичь этой цели? Видите ли вы такую готовность у стран ШОС? Я уже действительно сказал, что это очень сложный вопрос, потому что резервы всех национальных стран мы сформируем в конвертируемых валютах. А для России и для, например, среднеазиатских стран расчеты в национальных валютах будут очень сложны. Но первые шаги сделаны. В системе Евразийского экономического союза, объединяющей Армению, Белоруссию, Россию, Казахстан и Киргизии, уже имеется опыт использования национальных валют в взаиморасчетах. Но в связи с тем, что самой крупной страной является Россия, и до сих пор 70% от внутренней торговли Евразийского экономического союза осуществляется в рублях. А теперь Россия, в связи с тем, что SWIFT отключен, в своих биржах стали открывать корреспондентские счета, чтобы там торговались казахстанские тенге, армянские и киргизские сомы, армянские драмы. Поэтому этот опыт будет использован между и другими странами ШОС. Например, уже между Россией и Китаем достигнута договоренность, что торговля будет ввестись в юанах и в рублях. Естественно, Казахстан тоже подключается к этой системе. Мы тоже сейчас создаем резервы в юанах, и китайская сторона допускает договора заключать в тенге. И я думаю, что этот вопрос будет не полностью 100% торговли, но между странами и членами ШОС это осуществляется по опыту Евразийского экономического Союза. Я думаю, есть в этом резон. Хотя, я еще раз повторяю, например, определение цены, определение там, какие-то ограничения по девальвации национальных валют, чтобы между собой не были разногласия в ценах и в расчетах. Такие сложные вопросы будут решены, я надеюсь, что будут найдены приемлемые варианты расчетов. Уважаемые эксперты, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо большое, что к нам присоединились. Я хочу напоследок отметить, что в Самарканде в рамках саммита было подписано рекордное количество документов, более 40, так что, я думаю, можем ждать, что сотрудничество в рамках ШОС выйдет в скором времени на какой-то новый качественный уровень. Напомню, что вы смотрели передачу «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Говорили мы сегодня о Шанхайской организации сотрудничества, ее возрастающей роли на международной арене и о том, чем сотрудничество со странами этой организации может быть интересно для Азербайджана. На мои вопросы отвечали Эмин Гарибли, доктор философии по экономике, доцент кафедры международной экономики Азербайджанского государственного экономического университета Исапарбай Жубаев, кандидат экономических наук, старший преподаватель Казахского университета технологий и бизнеса. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова